Александр Заварикин, компания Best Doctor. В принципе, отдельного слайда про себя у меня нету, поэтому коротко расскажу про себя вначале. В принципе, моя рабочая биография примечательна тем, что до того, как прийти на позицию BDM в компанию Best Doctor, я работал с закупщиком в компании Renault Nissan, отвечал за периметр General Services, 90% которого находится в ведении HR-блока заводов Альянса. И не понаслышке знаю о запросах HR к своим поставщикам. Итак, тема моего доклада обусловлена тем, что сейчас, в этом году, многие из нас столкнулись с необходимостью оптимизировать бюджеты. И, к сожалению, бюджеты на социальный пакет, на бенефиты, на ДМС и прочие плюшки для коллектива – это то, что идет под нож в первую очередь. При том, что в период нестабильности все мы стараемся сохранить ту самую стабильность для нашего коллектива, поддержать мотивацию команды и обеспечить привычный уровень комфорта. Так что мой рассказ сегодня будет о наболевшем, о том, как мы со стороны страховых компаний видим факторы, определяющие стоимость ДМСа, как мы с ними работаем. И в текущих реалиях очень важно, чтобы мы, как поставщики и наши клиенты, говорили на одном языке и слышали друг друга, чтобы вместе найти способы решения возникающих проблем. В принципе, кто я такой и почему вообще стоит слушать компанию Бездоктор? Здесь много тех на конференции, кто хорошо знаком с Бездоктором, многие даже слишком хорошо знакомые. Но для тех, кто слышит нас впервые, немножко расскажу. Бездоктор – это российская компания, которая работает на рынке ДМС с 2016 года. До 2022 года мы работали по программе фронтирования, пользуясь страховыми лицензиями наших партнеров. В 2022 году, несмотря ни на что, мы завершили сделку по приобретению собственной страховой лицензии. И сейчас уже начинаем страховать клиентов по собственной лицензии компании АОСК Best Insure. Так что, если у кого-то были вопросы, то Бездоктор – это страховая компания. Также мы являемся второй иншуртех компании в Европе и развиваем собственную экосистему медицинских сервисов. Что еще важнее – это показатели retention, который, наверное, ярче всего говорит о нас. 111% говорят о том, что большая часть клиентов с нами остается. Некоторые из них постоянно растут, развиваются и увеличивают количество активных пользователей ДМС. Собственно, основную часть своего доклада хочу начать с небольшого обзора рынка ДМС в России. С 2017 года мы видим уверенный тренд на рост объема страховых сборов. Это то, что клиенты платят страховым компаниям. И пропорциональный рост страховых выплат. Это то, что страховые компании оплачивают в клинике за услуги своих клиентов. За те услуги, которые получают сотрудники клиентов. В 2022 году была небольшая просадка, когда всем нам было страшно из дома выйти, не то что до клиники дойти. Но в 2021 году тренд восстановился. В 2022 году мы ожидаем значительное, и в принципе уже видим, значительное сокращение объема страховых взносов. Потому что, как сказал, уже бюджеты сокращаются. При том, что объем выплат будет только расти. Виной тому в первую очередь медицинская инфляция. В первую очередь она коснулась таких услуг, как стоматология и лабораторная диагностика. Объясняется это тем, что в данных сегментах стоимость расходных материалов составляет значительную часть от стоимости услуги. В то время как приемы врачей и манипуляции процедуры, проводимые на уже купленном оборудовании, так сильно не дорожают. В принципе, то шоковое повышение цен, которое мы увидели в феврале, оно уже устаканилось, цены стабилизировались. Но как факт можно говорить о том, что рост стоимости медицинских услуг по окончании 2022 года составит от 15%. В принципе, это точно так же отразится и на стоимости ДМС. Уверен, что те, кто уже столкнулся с продлением контракта в этом году, почувствовали, что привычный объем услуг в имеющийся бюджет как-то не влезает. Те, кому это еще только предстоит, столкнетесь. Буквально готовясь на этой неделе к этому докладу, наткнулся на обсуждение в профильной группе по CNB о том, что поставщики выходят с повышением в 20-40%. Ну, первое повышение, дальше оно корректируется. Так вот, почему в принципе страховые компании от года в год повышают стоимость ДМСа? Первая причина — это рост стоимости медицинских услуг. Про нее уже сказал, здесь как бы добавить нечего. Второй фактор — это так называемая lost ratio каждого отдельного клиента или непосредственно убыточность. То есть ситуация, в которой страховая компания либо не зарабатывает достаточно, не зарабатывает столько, сколько планировала, либо вообще теряет деньги, если объем выплат превышает объем взносов. То есть если сотрудники клиента тратят больше, чем компания за них заплатила. И если с первым фактом, с ростом цен на своем уровне мы с вами вряд ли что-то можем сделать, то вот убыточностью по договору нам с вами можно и нужно управлять. В принципе, наверное, в основном об этом и будет мой доклад. Говоря о причинах, по которым конкретный договор, конкретный клиент может стать убыточным, хочется сказать, что их, в общем-то, всего две. Для круглой причины. Первая из них — это здесь меня мой отдел маркетинга, конечно, будет ругать — это ипохондрики. Я не знаю, есть ли среди нас такие. Специально загуглил определение данного слова — это люди, которые очень мнительно относятся к своему здоровью. Причем я понимаю, что ДМС — это история про здоровье, а не про какую-то косметологию и что-то еще. Но 15-20 приемов у одного узкопрофильного специалиста в месяц — это все-таки не лечение, это что-то еще. Причем здесь надо уточнить тот факт, что вот эти 15 приемов — это минимум 20 часов в месяц. Если клиника находится где-то рядом. И большая часть этого времени приходится на рабочее время, когда сотрудник отсутствует на работе. Так что такие пациенты, которых в каждой компании может быть от 5 до 20%, по статистике тратят до половины годового бюджета клиента. Вторая причина — это непосредственно гипердиагностика, которую не могут себе позволить врачи государственной медицины. По объективным причинам у них просто времени на это нет, но иной раз ей злоупотребляют коммерческие клиники. В принципе, у гипердиагностики есть одна оправданная сторона — это возможность врача перестраховаться, назначить больше анализов, какие-то дополнительные исследования. И, что важно, зачастую это желание совпадает с желанием клиента, который также имеет некое недоверие к лечению, и поэтому с радостью проходят все дополнительные обследования. Но в то же время нельзя забывать и про бизнесовую сторону, так как коммерческая клиника — это в первую очередь бизнес. Как известно, главная цель любого бизнеса — это получение прибыли. Причем, с точки зрения страховых, здесь надо отметить важный факт, что 10 дополнительных анализов, 3 дополнительных курса лечения, несколько повторных приемов — все это вообще не гарантия скорейшего выздоровления. Что мы с вами можем, в принципе, с этим сделать? Как бы перейдем к самому интересному. Но не сразу. Прежде чем говорить про пути оптимизации ДМС, давайте еще раз вспомним, какие факторы вообще на него, на эту стоимость влияют, и почему представители страховых компаний задают так много вопросов, и почему важно на них отвечать. Первый фактор — это регион присутствия, который определяет город, в котором страхуются люди, город определяет клиники, в котором есть, а уровень клиник определяет стоимость услуг в этих клиниках и, собственно, стоимость ДМС. Второй фактор — это численность коллектива. Как пример, в коллективе на 10 человек обращаемость по ДМС, то есть доля тех, кто за год воспользуется хотя бы раз услугами по ДМС, скорее всего, будет 100%, то есть все воспользуются. В коллективе на 100 человек этот процент опустится процентов до 70 где-то, и в коллективе на 1000 человек этот процент может быть даже ниже 50%. Полувозрастной состав. Соотношение мальчиков и девочек в коллективе. В принципе, здесь, наверное, добавлю, что ДМС — это очень дискриминирующий продукт, поэтому будем честны, чем у вас моложе и мужественнее коллектив, тем дешевле будет для вас стоимость ДМС. Но, к счастью, как бы профиль IT, он к этому располагает. Самый сложный для анализа пункт и самый кропотливый в сравнении — это объем медицинской программы. Про него можно много говорить, здесь, наверное, на это время не нет, поэтому просто приведу простой пример. Добавить в медицинскую программу пресловутый Airflow, который стоит по стране в среднем 5000 рублей, будет стоить дороже, чем включить в программу возможность пройти PET, который в среднем по России стоит 50 тысяч рублей. Связано это с тем, что Airflow воспользуется каждый второй в компании, если не каждый первый. А с PET, надеюсь, никому из нас столкнуться никогда не придется. Про уровень клиник уже сказал. Собственно, чем выше уровень клиники, чем выше стоимость услуг данной клиники, тем дороже будет стоимость услуг ДМС. И набор рисков, в принципе, здесь все понятно. Амбулаторно-поликлиническая помощь — стандарт и база, к которой могут добавляться вызов врача на дом, стоматология, скорая медицинская помощь, экстренная госпитализация, плановая госпитализация и дальнейшие расширения, которых как бы десятки. Теперь к самому интересному. Сверху представлены наиболее известные и типовые способы качественной оптимизации стоимости ДМС. Про количественные говорить не буду, потому что они сводятся к простому исключению дорогостоящих клиник, к исключению определенных услуг в медицинской программе и корректировке набора рисков в полисе. Снизу представлены способы качественной оптимизации стоимости ДМС, которые базируются на осознанном подходе к ДМС и на медицинской экспертизе. В принципе, давайте про них, наверное, подробнее и расскажу. Первый пункт — это умная маршрутизация, которая противопоставляется переводу клиник с прямого доступа на гарантийные письма. Перевод клиники с прямого доступа на гарантийные письма позволяет маршрутизировать пациента, перенаправляя его запись в любую другую клинику, кроме запрошенной, что по объективным причинам никому не нравится и выглядит как ограничение. Вместо этого можно предложить умную маршрутизацию. В чем она заключается? Стоит она в том, что свое обращение под ДМС пациент начинает, в принципе, с онлайн-консультации с врачом страховой компании. Самый важный момент здесь в том, что страховая компания, уж тем более врач страховой компании, это те, кто, в первую, больше всех заинтересован в том, чтобы пациент как можно быстрее поправился. Потому что здоровый пациент по врачам не ходит и деньги не тратит, а пациент, которого недолечили, на котором сэкономили, вернется к вам еще не раз и потратит еще больше. Собственно, по итогу вот такой первичной консультации врач страховой компании сразу, что очень удобно, записывает пациента на необходимые анализы, дает ему необходимые рекомендации по результатам данных анализов и вместе с пациентом составляет план его лечения уже в оффлайне. Это экономит время и нервы пациента, это экономит деньги страховой компании и бюджет клиента. И чтобы не осталось никакого осадка, сразу добавлю, что не надо думать, что все клиники, которые у вас в программе по гарантийным письмам, вам недоступны. Многие из клиник, в принципе, не работают по прямому доступу, особенно в регионах. То есть в качестве оптимизации перевод на гарантийные письма можно рассматривать только с крупными сетевыми клиниками. Второй способ — это непосредственно отказ от услуг медицинской программы, у которых есть комментарии по согласованию со страховой компанией в пользу кастомизированной программы. Надо понимать, что в любой медицинской программе будут услуги, у которых будет стоять комментарий по назначению врача или по медицинским показаниям. Они нужны для того, чтобы оградить тех самых мнительных сотрудников, пациентов от возможности лишний раз воспользоваться с услугой с доказанным негативным эффектом на организм. То есть, проще говоря, чтобы пациенты ничем себе лишний раз не облучали и свой организм не травили. Я понимаю, что разговор про кастомизацию медицинской программы — это скорее история про уже действующих клиентов, по которым есть необходимая аналитика. И, скорее всего, данная кастомизация коснется буквально трех-пяти услуг по различным нозологиям, но надо понимать, что даже 3-5 услуг могут дать экономию на один медицинский полис 500, а то и 1000 рублей, что в коллективе на 500 или 1000 человек дает нам экономию в полмиллиона или миллион. То есть, значительные суммы. И последний по списку, но не по значению, вариант оптимизации — это франшиза на лимит или динамическая франшиза. Противоставляем ее непосредственно классической франшизе, которая не нравится рынку, потому что действует на весь коллектив и с первого дня подключения, в то время как динамическая франшиза, она франшиза на лимит, ориентирована только на тех самых красных пациентов и будет включаться только по достижению определенного лимита. Обычно данный лимит устанавливается в размере двух стоимостей полиса. То есть для программы, чья стоимость 20 тысяч рублей в год, лимит будет установлен на отметке в 40 тысяч рублей. Как оно работает? По ходу приближения к лимиту пациент будет получать уведомление о том, что он приближается к той самой пороговой сумме, и как только сумма будет пересечена, ему будет донесено, что в дальнейшем для него действует данная франшиза. Что здесь важно? Данная франшиза будет распространяться только на такие типы риска, как амбулаторная помощь и стоматология, потому что едва ли кто-то сможет оценить, готов ли он получать услугу с франшизой, когда едет в скорой помощи с обострением аппендицита или если ему вообще требуется экстренная госпитализация. И, что самое важное, данная франшиза коснется, ну вот, как я сказал, от 5 до 20% коллектива в зависимости от компании. То есть большая часть сотрудников о том, что данный вариант оптимизации применен к компании, даже никогда не узнает. В принципе, приближаясь к концу, надеюсь, не перегрузил информации, в заключение хочу сказать следующее, что при осознанном подходе к ДМСу на текущий момент рынок может предложить различные пути оптимизации, которые не только позволят сократить бюджет для компании, но и сделать само взаимодействие со страховой более удобным и понятным для конечного пациента. Но все это будет работать только если у нас с вами будет диалог, в котором стороны будут понимать друг друга. Так что я надеюсь, что мне удалось чуть больше рассказать о том, как все происходящее видим мы и какие варианты оптимизации готовы предложить своим клиентам. В принципе, на этом у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. Мы будем готовы задать вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова